Библейский портал экзегет.ру представляет 51-я предпоследняя глава книги «Еремия» в переводе Луки Маневича, читая для библейского портала «Экзегет». Это продолжение пророчеств о разрушении Вавилона. Сейчас Вавилон противника, а еще точнее сказать, сейчас Вавилон орудия, которое обращено против иудеев, против Иерусалима, но это не значит, что он всегда таким будет. Его тоже ждет гибель, и в 50-й главе мы уже это читали. Вот здесь «Еремия» достигает просто каких-то высот поэтического мастерства, эмоционального накала. Он описывает, как это все будет, как он этому будет радоваться. Вот другие народы он оплакивает, даже не только свой. Муав особенно ему симпатичен, а Вавилон, он достоин гибели, вот тут он только порадоваться может. Так говорит Господь, поднимая против Вавилона, против жителей Лев Камая ветер гибельный. Лев Камай, ну такое, буквально сердце моих врагов, да, переводится, и поэтому можно понять, что это не название какого-то населенного пункта Вавилония, это его просто такое символическое название. «Я пошлю на Вавилон чужеземцев, они его по ветру развеют, опустошат его землю, окружат отовсюду в день бедствия. На него пусть лучник лук нацелит, пусть броню наденет, юноша его не щадите, всех воинов его перебейте. Пусть лежат убитые на земле Халдейской, пронзенные на улицах Вавилона. Ибо Израиль и Иуда не брошены Богом и Господом воинствах, от земля их полна грехами пред святым Израилевым». Ну то есть пред Богом. Вот принципиальный момент, да, что грехи ведут к наказанию, но не ведут к тому, что Господь забывает о своем народе. «Из Вавилона бегите, жизнь свою спасайте, чтобы не погибнуть за преступления Вавилона, ибо пришло время общения Господнего». И здесь формальное противоречие, Еремей до тех пор все время говорит, уходите в Вавилон, там спокойно живите, но это про то будущее, когда и Вавилон будет разрушен. Значит, Вавилон не рай на земле, где нужно остаться навсегда, это место, где нужно переждать. Навалилось что-то, что невозможно отвратить, чему невозможно противодействовать, просто спокойно проживите это время, а дальше найдете и время оттуда уйти. Ибо пришло время общения Господнего, он сполна Вавилону оплатит. Вавилон – золотая чаша в руках Господних. Всю землю она опьяняла, пили из нее вино народы, и стали народы безумны. Чаша с вином – плохой образ в Ветхом Завете. Для нас это праздник, ценность, золотая чаша, да в ней еще вино хорошее, что может быть лучше? Ничего хорошего. Вино – то, что опьяняет, то, что человека не сводит до положения животного. Да, и поэтому чаша гнева – это обычный образ. Гнев часто в виде чаши с вином. И вот она всех напоила, все стали безумны. Но пал Вавилон внезапно, разбился. Над ним рыдайте, бальзам для раны его принесите, может он исцелится. Бальзам, то есть какая-то мазь, только не похоже, что исцелится. Вавилон мы лечили, он не излечился. «Оставьте его, пойдемте каждый в свою землю, ибо суд над Вавилоном достиг неба, до облаков поднялся». «Оправдал нас Господь, пойдем возвестим на сегодня дела Господа нашего Бога». Вот пытались жить в Вавилоне, пытались его лечить, ничего не получилось, все, пошли по домам. «Стрелы точите, колчан наполняйте». Пробудил Господь дух царей медийских. Медяне – это один из народов вместе с персами, которые, собственно, уничтожили Вавилон. Это близкородственные народы – медяне и персы. «Его замысел против Вавилона – Вавилон уничтожить, ибо отомстит Господь, отомстит за храм свой. Против стен Вавилона поднимите знамен, усильте стражу, стражников расставьте, засады устройте. Что задумал Господь, то он и сделает. Все, что предрек он жителям Вавилона, то он исполнит. Ты живешь при водах великих, великими сокровищами владеешь, но близка твоя гибель, твоих грабежей конец. Господь воинств поклялся собою. Словно саранчей людьми тебя наполни, их победный крик над тобой раздастся. Но саранча, который налетает, съедает все посевы, здесь это, соответственно, вражеское войско. Могуществом своим сотворил он землю, утвердил вселенную мудростью свою, разумом своим распростер небо. Возвысит он голос, соберутся, зашумят на небесах воды. От края земли он тучи подымает. Творит он молнии грозовые и выводит ветер из своих хранилищ. Вот образ Господа как властелина бури, и здесь это буря, конечно, в переносном смысле. Это война, это разорение. Глуп человек без знания. На позор себе мастер идолов выплавляет, ибо идолы его литые ложь. Нет в них духа. Вот это много было у Исаии, у Ремии есть опять такая вот полемика с идолами, с теми, кто им поклоняется, основана на том, что идол — это ничто. «Ничтожные они, смехотворные поделки, в честь расплаты они сгинут. Но не таков он, удел Иакова, всему он дал облик. Израиль — племя его и владение, и во имя Господь воинство». Удел, то есть то, что ему принадлежит по праву Иакову, как израильскому народу. «Ты молот мой, войны орудия, я сокрушал тобою народа, уничтожал царство, я сокрушал тобою коней и всадника». Это, скорее всего, речь идет про выход израильтян из Египта, когда погибли кони и всадники при переходе через море, а израильтяне прошли кони и всадники египетские. «Сокрушал тобою колесницу и колесничего, я сокрушал тобою мужчину и женщину, сокрушал тобою старика и ребенка, сокрушал тобою юношу и деву, Я сокрушал тобою пастуха и стадо, сокрушал тобою земледельца с валами, сокрушал тобою владык и наместников. Вот это, видимо, слова, которые можно понять, как обращенные к Вавилону, тоже, да, потому что Вавилон был молот, молот, не молот, которым Господь все это крушил. Можно понять, как обращение к Израилю, который тоже был победоносен в каких-то войнах. Это даже не очень важно. Важно, что победоносный народ – это орудие Господа. Но у вас на глазах я отплачу Вавилону всем жителям Халдей за все зло, которое сотворили они на сегодня, говорит Господь. Я иду против тебя, гора погибели, говорит Господь. Ты губила всю землю. Естественно, это Вавилон, это гора, то есть что-то очень мощное, доминирующее пейзажем. Ты губила всю землю, и теперь я руку на тебя простираю. Я извергаю тебя со скал, сделаю тебя горой обугленной, не возьмут у тебя камней для стен, камней для основания, ну, то есть не придут каменоломни там устраивать, брать из горы камень для строительства. Ты станешь пустыней навек, говорит Господь. Поднимайте по всей земле знамена. Средь народов рог трубите, на войну с Вавилоном осветите народы. Созовите против него царство. Арарат, Мини, Ашкеназ, ну, Арарат, да, это связано с горой Арарат. Сегодня обычно это называют словом Урарту, такое древнее царство. Мини, не очень понятно, что это. Ашкеназ, тоже, ну, какие-то вот окрестные страны, плохо нам знакомые. Возможно, и Ремей тоже не очень разбирался, где они конкретно. Полководца против него пошлите коней, соберите, что тучу саранчи. На войну с Вавилоном осветите народы. Цари и Мидии, владыка ее и наместников, всю подвластную им землю. Содрогнула земля, задрожала, ибо исполнился замысел Господень о Вавилоне. Стала земля Вавилона пустыней безлюдной. Войны вавилонские сражаться перестали. Сидят они в крепостях, сила их истощила, и стали они как женщины. Дома Вавилона пылают, засовы сбиты. Пусть бежит гонец, гонцу навстречу, вестник к вестнику. Пусть возвестят царю Вавилона, что весь город его захвачен. Переправы взяты, укрепления огнем пылают. Воины в страхе. Так говорит Господь воинств, Бог Израиля. О, дочь Вавилона. Она словно ток молотильный, когда его топчут. То есть место, где рассыпают колось, чтобы вылучить из них зерно. Еще немногое время жатвы для нее наступит. Вот здесь взятие этого города – это жатва. Когда срезают колось и несут на ток обмолачиваю, для того, чтобы вылучить ценное, вылучить зерно. Что в этом городе может быть ценным у народ израильский, который там живет? Может быть. Пожрал, погубил меня Новохадоносор, царь Вавилона, сделал меня пустым сосудом. Он словно чудище проглотил меня, насладился мною, набил себе брюхо, а потом меня извергнул. Вот, собственно, этот народ отвечает. Вавилон терзал мое тело, скажет жительница Сиона. Кровь моя на жителях Халдеи, скажет Иерусалим. Вот они приносят свое свидетельство против него. Так, говорит Господь, я заступлюсь за Тебя, за Тебя отомщу, осушу их море, их источники лишу воды. Будет Вавилон грудой камня, приютом шакалов, обречен он на ужас и унижение, жителей в нем не останется. Рычат они, словно львы, ревут, словно львята, но станет им жарко, и я дам им напиться до пьяна, напою их, чтобы они веселились. А потом уснули сном вечным, от которого они не пробудятся, говорит Господь. Я погоню их, как овец на заклане, как баранов с козлами. О, взят шушах, слава всей земли захвачена, пустыней стал Вавилон средь народов. Море поднялось над Вавилоном, волны шумные, Вавилон сокрыли. Города его стали ужасом, сухой землей и пустыней, землей, где не будут селиться люди, где человек ходить не будет. Вот Вавилон, в отличие от многих других народов, разрушен уже будет до конца. Сегодня, кстати, Вавилон в развалинах, он на территории Ирака, и это уже давно так. Хотя не со времен Иеремии. Еще Александр Македонский там побывал. Я покараю Белла Вавилонского. То, что он проглотил из уст его вырву, и не будут больше стыкаться к нему народы. Белл, одно из главных божеств, собственно, национальное божество Вавилона. Падет стена Вавилона. Мой народ, уходи оттуда. Жизни свои спасайте от яростного гнева Господнего. Пусть сердце ваше не замирает. Не пугайтесь слухов, что по земле разносится. В один год приходят слухи, в другой год опять слухи. На земле насилие, владыка против владыки. Ну, мало что изменилось с тех пор, да? Дни настанут. Я покараю идолов Вавилонских. Вся земля его будет поругана. Лежать на ней будут убитые. Земля и небо возликуют все, что не есть на небе и на земле. Ибо с севера придут в Вавилон опустошители, говорит Господь. Увы, израильтяне убитые, падет Вавилон, ведь по всей земле падали убитые Вавилоном. Увы, меча избежавшие, идите, не стойте. О Господе вспомните, в стране далекой пусть Иерусалим будет в вашем сердце. Ну, вот, все понятно, да? Те, кто погиб, и те, кто жив, могут порадоваться. Про погибших, правда, это сказать трудно. Но, по крайней мере, вот обращаясь к ним, он говорит, вы отомщены. Ваша гибель, это не последняя гибель. Ваши губители тоже падут. Увы, меча избежавшие, идите, не стойте. О Господе вспомните, в стране далекой пусть Иерусалим будет в вашем сердце. Зачем вообще все это нужно, все это возвращение, да? Они отвечают. Опозорены мы, поношение слышим, стыд покрыл наши лица. Ведь вошли чужеземцы в святой дом Господень, в храм Иерусалимский, разрушили его. Дни настанут, говорит Господь, я покараю идолов Вавилона. По всей земле его стонать будут раненые. До небес Вавилон возвысился, высоко вознес свою силу. Но по воле моей придут к нему опустошители, говорит Господь. Рыдания из Вавилона раздаются в земле халдеев, великое разрушение. Это Господь опустошает Вавилон. Он заставит умолкнуть голос громкий вавилонин. Шумят их волны, бурные воды, голос их ракочет, ну, как голос моря в бурю, да? На Вавилон идет опустошитель. Воины вавилонские будут взяты в плен, луки их будут сломаны. Ибо Господь – Бог воздаяния, Он воздаст, отплатит. Я напою до пьяна вельмож его и мудрецов, владых, наместников, воинов. Уснут они сном вечным, от которого они не пробудятся, говорит царь, чье имя Господь воинств. Так говорит Господь воинств. Толстые стены Вавилона до основания будут разрушены. Высокие его ворота сгорят в огне. Понапрасну народы трудились, племена из сил выбивались, все сожжено будет. Здесь уже даже те народы, которые, очевидно, трудились в Вавилонской империи, отстраивали столицу. Ну, на этом заканчивается пророчество о Вавилоне и маленький эпизод, связанный с этим пророчеством. Вот что повелел пророк Иеремий Сироя, сыну Нурии, внуку Махсеи, когда тот отправился в Вавилон вместе с Сыдыкией, царем Иудеи. Его же изгнали в четвертый год правления Сыдыкией. Сироя был главным постельничем. Но это вот переселение в Вавилон, которое связано как раз с вавилонским нашествием. Иеремий записал в отдельный свиток все беды, которые должны были случиться с Вавилоном. Все, что записано здесь о Вавилоне, история этих пророчеств. Сказал Иеремий Сироя, когда придешь в Вавилон, посмотри на него и прочти все эти слова. И скажи, ты, Господь, решил уничтожить это место. Не будет здесь жителей, ни человека, ни зверя, станет оно пустыней навеки. И как только ты прочтешь этот свиток, привяжи к нему камень, брось в Ефрат, река, которая там. И скажи, так и Вавилон утонет. Не поднимется он после той беды, которую я пошлю на него лишиться сил. Зачем? Их уводят в Вавилоне, не победители, захватчики. К чему произносить пророчество, которое сбудется еще там через десятилетия, и которое ничем не облегчит их участи? Наверное, для того, чтобы напомнить самим переселенцам, что помимо империи, помимо вот этих сил, помимо выигранных и проигранных войн, есть еще Господь, который, собственно, и решает, что происходит в этом мире. И поэтому ничего страшного. Поэтому все это каким-то образом вернется. Здесь кончаются слова Иеремии. Но не кончается книга. Маленькая подсказка, что будет дальше. Это, собственно, описание событий, связанных с разрушением храма. Такой постскриптум или эпилог. Но это следующая 52 глава. Субтитры создавал DimaTorzok